Я не для того приехал из Ирландии, чтобы мою землю топтали какие-то сраные ковбой. Бросайте оружие на землю. Ты первый стрелок. Друзья, мы счастливы у вас приветствовать. Привет, Роман. Привет. Давно не виделись. Давно. Говори погромче, не стильно громко, но погромче, потому что мы с тобой неформально решили сегодня атмосфере побеседовать. Так как давно не виделись, друзья, я нахожусь в столице нашей Родины, в головном магазине, в офисе головного магазина сети Particle Stop. Я зашел к своему другу Роману побеседовать о дальнейших планах, которые мы обязательно предпримем в скором будущем. Меня научат очередной киношной какой-нибудь технике стрельбы. Не киношной, а как в кино, только лучше. Готов? Готов. Внимание. Снимем свой Сикарио. Бам-бам. 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 А symptoms page стрелок. И тап. Так я перечисливал, и перечислил много. А много профессий. Много профессий, где подразумевается, что человек, занимающийся профессии, стоящий на должности, что он является стрелком. Но я думаю, что ты или я бы или керену Костнеру складывал другой смысл. Но мы сейчас поговорим об этом. Да, да. вот когда мы сейчас переходим плавно вообще к субкультуре стрелкова просто мы сейчас немножечко обозначили некие формальные вопросы пришли с тобой а теперь переходим в субкультуре допустим если мы с тобой сидим в россии говорим он по профессии музыкант да то как-то звучит не очень серьезно то ли он вообще увлекается музыкой то ли еще что то если ты в англии скажет что он музыкант это серьезная профессия такая как инженер-инженер-врач там бухгалтер там да то есть музыкант серьезная профессия так вот мы когда говорим с тобой о профессии стрелок в россии как бы мы должны подробно объяснить кто кто это за человек и мы перемещаемся с тобой в соединенные штаты америки так вот там не надо объяснять кто такой стрелок там вещать не надо такой стрелок объяснять не надо да то есть мы сейчас не хотим ни в коем мере затронуть ничьи патриотические чувства но немножко поговорим об истории в истории соединенных штатов америки основные звезды хороших и плохом смысле этого слова это стрелки то есть самые известные личности если там у кого-то спросить неважно у кого вся история строится на людях которые так или иначе применяли оружие в хорошем смысле в плохом смысле известнейшие грабители известнейшие шерифы известнейшие маршала сша известнейшие даже полководцы американской второй мировой основным моментом было а какой у него был пистолетом как у них потом каким он там револьвером ходил и для американцев это очень важно то есть все эти моменты если начинаем обсуждать самые известные личности какие вообще мы вспоминаем там известнейших стрелков дикого запада известнейших стрелков времен бонни клайда то есть это великая депрессия это всегда стрелки сотрудники фбр техасские рейджеры грабители банков шерифы известные охранники из какой-нибудь там частных охранных компаний прородителями нынешних человека там какие-то гиртонские компании проще это все стрелки и культура американская вокруг стрелков строится так вот что такое был стрелок изначально да то есть реки запад все имеют право носить оружие и умение стрелять превращается в профессию причем эта профессия может быть востребованного сотни разных вариантов начиная там от охраны скота заканчивание там охраной там строительство железной дороги формижутки где-то человек мог заниматься и каким-то криминалом а через некоторое время будь шерифом какого-то небольшого города где его выбрали потому что если человек который может сломно говоря за себя постоять и не только за себя вот этот профессиональный стрелок это его профессия он ее применял течение своего жизненного пути разными способами не всегда только хорошими или всегда только плохими бывало так что профессиональные стрелки меняли свою сторону баррикады по несколько раз туда и обратно туда и обратно туда потому что это их профессия я здесь такой вопрос вопрос оточняющих да то есть внутри если мы говорили сейчас когда начали говорить про профессию стрелок и очерчил вину круг профессии не круг профессия каких-то представителей там чего вы могли отнести мы вот упомянулись только спортсменов а сейчас мы отматываем смотри когда мы отмотали перелетели в сша и копнули то есть вокруг кого создавалась культура мы говорим то есть человек который просто хорошо стрелял судя по всему не являлся стрелком стрелок был человек который применял то есть он должен сейчас об этом поговорим вот он должен был и ведутся к известно и почему они стали так вот кстати ты сейчас напомнил я прямо сейчас понял что мы обидели большой пласт мы забыли инструктору по стыльбе не но и мы подразумеваем что они так или иначе ты его и на слушающие инструктора и спортсмены частные потому что мы будем говорить про америку да то есть инструкторский как говорится пласт это большой кусок большой кусок этой культуры и иногда задающий вектор да нет они инструктора в любом случае всегда будет век просто мы их не обидели на самом деле вот сейчас мы ты как бы затронул этот момент мы сейчас скажем несколько слов вообще как люди становились великими стрелками в как это в истории соединенных штабов не обязательно это люди которые ну очень метко стреляли или очень быстро извлекали оружие бывало по-разному ты убил нашего друга да еще парнишку было весело бывало что эти люди просто были конченными алкоголиками вообще просто людьми которые не имели вообще никаких моральных ценностей и так далее и тому подобное их ценность а ценность их собственной жизни в их собственных глазах ничего не значил и также ценность других людей и готовность применить оружие применить оружие друзья применить оружие готовность применить оружие она как раз и являлся основополагающим вот этим вот марку моментом да точно человек просто доставал оружие да и применял и потом выяснялось что он убил там двух каких-то там тоже известных людей благодаря этому американский эпос выставлял этого человека на вершину там какой-то пирамиды там известных стрелков а человек который потом убил этого человека становилось еще круче кунг-фу чё кунг-фу сильнее да и таким образом вот это вот эпос такой да там он вокруг стрелков строился да сказать что все были такими дурачками какими-то или все были геяльными стрелками но все крутилось вокруг применения все груди вокруг того кто сколько кому убил обычно или конкретно кого убил или сколько узнал или конкретно за одну перестрелку то есть вот эти параметры параметры речь не шла о том как он точно стреляла а речь шла о том сколько он заземлил народа или кого сколько или кого это очень это вот очень-очень важный момент на самом деле очень важно и потому что вот ты сам понимаешь да то есть мы говорим о стрелках и получается что мы говорим не столько о стрельбе сколько применение оружия для того как мы как бы копнули в начало истории поэтому давай все таки сначала сначала начало сначала было так но к сожалению сожалению так долго не могло продолжаться то есть начали выкристаллизовываться люди которые могли не только применять оружие которые они понимали что вокруг них находятся такие же готовы применять оружие люди и надо немножечко их чем-то как говорится оставить в чем-то их превосходить то есть условно говоря все-таки начали появляться вещи которые мы сейчас назвали уже как бы практической стрельбой а то есть люди начинали думать не о том как метка выстрелить там не знаю на 25 метров яблочко да они думали как бы так потренироваться чтобы случае чего а если а если в случае чего а это происходило прям сразу же прямо за боею да то есть это если она не где-то там как у нас сейчас как мы обсуждаем там сучить чего вместе автомат калашников а если прямо но сразу приходи вот это вот если люди начали уже тренироваться уже начали думать как быстро извлечь оружие на какой дистанции это оружие можно применить на какой дистанции можно так стрелять, на какой дистанции можно так стрелять. Немножечко, конечно, кинематографы и вестерны скорректировали наше представление об этом, потому что тогда много не стреляли, патроны были дорогие, пороха были такие, что после выстрела надо было всем из бара выйти, после одного выстрела, и никто не стрелял много раз. И дальше уже все, кажется, выяснения отношений происходили на свежем логике. Но, тем не менее, оружие применяло достаточно часто. И уже появилась та когорта, про которую мы сейчас говорим. Люди, которые не просто готовы были применять оружие, а которые еще тренировались, потому что вокруг них были такие же, как они. Картежники профессиональные, просто какие-то там, я не знаю, ковбои, которые охраняли свой скот и относились серьезно к использованию оружия. Кстати, не обязательно это всегда был револьвер до этого. Иногда было, скажем так, круто стрелять далеко и были, тогда уже появилось оружие, когда мы еще там дольно зарядные какими-то оружиями в строю ходили в атаку, там люди уже думали о том, как выстрелить далеко, метко, как выстрелить в закрытой позиции. Появились первые, наверное, предпосылки к самозарядному оружию и его важности. То есть это так называемое оружие «Сосковой Генри», те же револьверы. То есть в период Дикого Запада у нас еще длиннозарядные кремниевые револьверы, эти пистолеты были на вооружении. А там уже люди стреляли достаточно активно и много, да, то есть понимаешь, что такое плод пистолетовое любимое. Так вот, вечные ценности. Вечные ценности, да, но они все-таки стреляли с целью попасть, потому что спатроны были дорогие, понимаешь, да? Конечно. И мы постепенно подходим к тому моменту, что вот эта профессия, она стала уже профессиональным навыком, а не просто готовностью применить оружие, да, то есть появились люди, появились известные стрелки, появилось даже такое понятие, как трюковый или цирковой стрелок, да, который демонстрировал свое мастерство. И, допустим, если мы говорим об этих стрелках, то они дожили даже до наших дней, не совсем, прям совсем до наших. Вы их можете видеть на ютубе, их там очень много. Нет, ну я хотел сказать об известных, допустим, есть такой стрелок Боб Манды, да, который до сих пор, к сожалению, недавно умер от рака, но человек показывал просто выдающиеся какие-то вещи, да, используя револьвер одинарного действия, те же самые револьверы, которые использовали в навыком западе, да, вот. То есть появились именно профессионалы-стрелки, они как гордо выковались в реальных условиях, взялись откуда там, на парашютах высадились там, и не стали рассказывать, что они молодцы. Они стали, ну, благодаря тому, что эта профессия была нужна. Ну, то есть, грубо говоря, они пришли к определенному пониманию чего-то, исходя из того, с чем они столкнулись постоянно. Да. Ну, то есть, грубо говоря, они были в определенных условиях, определенные условия диктовали им необходимость иметь навыки, умения и, соответственно, которые превосходят, например... То есть их техника стрельбы, их подход к выбору оружия, их подход к тому, что оружие трансформировалось под их потребности, да, это все было не просто какое-то... Ну, не кажется. Да, мне кажется, это было не просто там обмен мнением, это просто вопрос жизни и смерти был, да, то есть люди, во-первых, зарабатывают на этом деньги, а во-вторых, если они что-то делали неправильно, они умирали. Но они все равно потом умирали, но только вот раньше или позже, да, то есть, как правило... То есть, они же могли наслаждаться, они могли плодами своего труда, плодами своей профессии чуть дольше, чем другие. Да. Так вот, эта профессия в Америке положила основу, такую большому пласту, как профессия стрелок, да, то есть вот gunfighter, gun shooter, там, я не знаю, просто shooter и так далее. Много названий этой профессии, романтических и не очень, но, тем не менее, такая профессия появилась. То есть, это был профессиональный навык, да, то есть, чем ты зарабатываешь, я умею стрелять, окей, можешь охранять мой скот, или, там, можешь, словно говоря, охранять, там, не знаю, банк, там, или... Ели, шарик, поезд, или поехали со мной, как говорится, в банк возьмем, да, то есть, не вопрос, да, то есть, как бы, деньги-то надо зарабатывать. Конечно. А вот кто-то умел пасти коров, кто-то умел стрелять, кто-то умел копать траншею, там, и так далее, да, то есть, каждый чем-то занимался. И эта профессия, она продержалась до наших дней, более того, я бы сказал, что с каждым периодом, да, это все становилось шире и шире, и, в принципе, эта профессия времена Дикого Запада закончилась. Кстати, закончились они только в 1914 году, когда началась Первая мировая война, где это период окончания Дикого Запада, так, ну, по американской теории, потом Первая мировая, а потом уже Великая депрессия пошла, и там опять стрелки были востребованы. Ну, там уже пошли другие, там уже после разборки более серьезные скорости. Я бы не сказал, чтобы что-то отличалось. В принципе, мы, опять же, даже сейчас мы из Дикого Запада зайдем немножечко в Первую мировую, и сразу прям в Депрессию великую опустимся. Значит, Первую мировую история была такая по поводу стрелков американских, что-то такое профессия. Американский деппозиционный корпус морской пехоты прибыл в Европу, в морпехи. В принципе, это те люди, которые, в первую очередь, стрелки, да, то есть, как бы, их натаскивают на стрельбу, на меткую стрельбу, прямо, лучше, называется, стрелки, а только они попадают на свою пехоту, и говорят, что в первую очередь, вы стрелки. Это слово прямо везде и всюду, да. И вот они приехали, сели в окопах англичанам, и спросили, так, что у вас тут, как? Они говорят, ну, вот там вот немцы там. Тут наши. Да, тут наши там. Сколько до немцев? Ну, метров пятьсот. Ну, вот мы тут воюем, у нас траншеи, здесь траншеи, периодически они ходят вот так, вот, периодически морпехи с поселением. Вот там вот враги, да, враги. Ну, все же ходят спокойно, до следующей атаки, как-то все ждут, когда начнется война, там никто не стреляет, а все не будут. Американцы достали свои спринтфолты, 19.03, калибр 30.06. Посмотрели дистанцию, все, померили, прикинули, выстрелили и начали убивать немец. И закупок? И закупок на пятьсот метров с механией. И в войне не ходили в атаку, да? Не ждали пока? А нет, ну, просто как бы, ну, они скажем, объяснили, что там враг. То есть, в европейской культуре как-то отсутствовала вообще вот такая вот стрельба, да, то есть, ну, считалось, что пока вот не ломанулись, как-то и стрелять вроде не положено, и 500 метров считалось какая-то избыточная дистанция. А они стали убивать немцев, им, конечно, предъявили, и немцы в том числе, что это вообще не положено так делать и так далее. Но, тем не менее, вот что такое стрелковая культу, да, и она, кстати, в морской пехоте, она ультирируется и, я бы даже сказать, во главу глазка. Согласен. Не важно, там, ты летчик или водовоз, это, в первую очередь, стрелок, это уже метко-стрелят. И вот мы попадаем в период... Вереги-депрессии, да, как раз то, с чего мы с тобой начали, да, разгул бандитизма, который, в первую очередь, был вызван тем, что преступник, переезжая одного штата в другой, он как бы отрывался от погони юридическим способом, да, то есть полицейские не могли его преследовать в другом штате, и они этим пользовались. Появились автомобили мощные и быстрые, которые могли уничтожить преступника, да, более того, преступники того периода активно занимались, когда появилось понятие, как тюнинг, модернизировались двигатели, бронировались автомобили, обставлялись возможные бронелисты и прочее. То есть это все появилось в период Великой депрессии. И американцы. Да, так же, как прорыв в стрелковом мире, скажем так, произошел благодаря периоду Дикого Запада, да, то есть вот, скажем так, оружие конца 19 века, кардинально отличалось от оружия середины 19 века, да, то есть уже в конце 19 века самозарядное оружие было. Не то, что под унитарный, потом не то, что магазинное, а уже самозарядное оружие появилось и активно применял. А в середине еще были гемнозарядные кремниевые пистолеты, ну, то есть там, и все благодаря американцам. Ну, точнее, их исторической сложившейся действительности. То есть я не скажу, что там, американцы на тот период это были и англичане, и поляки, и так далее. То есть просто так сложилось обстоятельство, что очень резко развивалась эта культура, да, и период Дикого Запада закончился, началась у нас депрессия, так вот депрессия, что произошло? Очередной скачок. И, допустим, если мы говорим об стрелковом оружии, опять же, вот очень хорошо показан момент покупки оружия, вот, в этом фильме, да, оружие очень быстро модернизировалось, появилось, люди поняли, что самозарядное оружие рулит, да, появилось огромное количество самозарядного оружия, в том числе и для граждан, да, то есть тот же Томпсон, это, в принципе, охотничий карабин, ну, на самом деле, изначально был придуман. То есть, как бы, если почитать историю, в общем, не для армии создавался, а вот появились пары, которые могли использоваться против автомобилей, да, ну, точнее, изначально, конечно же, это армейская винтовка, но их тюнинг, в первую очередь, обрезать их начали грабители банком, потом ФБР заказало пресловутый кольт-монитор, который показан в фильме, то есть это уже обрезанный бар, то есть это, в принципе, грабители за тюнинговали бар, ФБР посмотрел и сказал, сразу сделайте нам вот именно вот так, как грабители делали, да, сделайте нам компенсатор, чтобы его не подбрасывало при автоматическом огне, сделайте нам короткий, чтобы мы могли работать из автомобилей, сделайте нам приклад, сделать нам пистолетную руку, они все попросили сделать так, как уже было у Гавитина, да, и благодаря вот этому вот тюнингу, опять же, возвращаясь в практической стрельбе, есть такой открытый класс, пистолеты, допустим, открытого класса обладают компенсаторной обдачей, да, чтобы пистолет с теряем быстрее, так вот, первый компенсатор появился тогда, именно в те периоды у одного известного грабителя, малыша Нельсена, появился в 1911, уже с компенсатором, с длинным магазином, и переделки по автоматической огне, все было сделано под него, он был фанатом, он посещал все оружейные выставки, все вот так сейчас, вот как бы называется, это в Лас-Эбисе, шот-шоу, да, шот-шоу того периода, так вот, резкий скачок, резкий скачок, прорыв сделали эти люди, да, там, мы не будем их хвалить, потому что они плохие, вот, но они сделали прорыв, они могли, благодаря правильному подходу к обнестрельному оружию, они выходили из банка, и их не могли остановить, потому что их огневая мощь, их подход, их точность, полиция приезжала на место, но это их вообще никак не волновало, они просто выходили, и проходили насквозь. Все, сваливаем! Все, поехали! Потому что их, они там, ну, пять человек могли, в принципе, полицию штатов, ну, скажем так, нахладывать, да, там немного, конечно, приезжало людей, вот, и только благодаря тому, что ФБР привлекло стариков, теханских рейнджеров, и... Старую школу! Старую школу! Старую школу! Старую школу! У них был дух и фбр. И готовность. И готовность применять оружие, . Потому что ФБР тогда еще состояла из мальчиков-юристов, это была в первую очередь служба, которая объединяла полиции всех штатов, нежели как бы профессиональных стрельков. Но после этого ФБР тоже во главу угла поставила стрельбу. И сейчас практически многие технологии связаны с обнестрельным оружием так или иначе с отсылкой на ФБР. новые калибры новые пистолеты новые концепции применения оружия п.п. но основу положились корички из дикого запада то есть мы прям четко прослеживаем многие техники которые были там применение оружия они прям видно откуда взялись откуда взялись они взялись из-за периода дикого запада и потом дальше трансформировалась сейчас же что мы сегодня имеем мы имеем огромную индустрию в соединенных штатах миллиардами может быть и больше долларов связано с индустриальным конечно же вокруг этой индустрии существует огромное количество людей которые на этом зарабатывают люди которые торгуют оружием люди которые его изобретают люди которые придумывают тюнинг модернизацию обслуживание тренинговых компаний соединенных штатах такое количество что нам просто не снилось да то есть я не знаю там количество инструкторов известных а уж только неизвестных это просто и на тысячи десятки тысяч причем каждый занимается своими еще кто-то умеет пистолет кто-то умеет допустим стрелять далеко кто-то опять же мы возвращаемся к тому если граждане так вооруженные могут позволить себе хорошо научиться стрелять правоохранительные органы не должны отставать те службы охраны не должны оставать значит и они должны потратить большое количество времени и сил на то чтобы стрелковая культура оставалась на высоком уровне у меня был разговор с сотрудником сваткоманды из майами и он сказал что у нас вся все учебная работа это где-то восемьдесят процентов это стрельба где-то процентов 15 тактики 5 процентов на вождение никакого рукопашного боя там нет фуншу не изучали не изучали я спросил тем печенье но как-то у нас не принято у нас проще стрелять так что как бы если ты вступаешь в рукопашную схватку там могут быть правовые вопросы и тебе вынужден будешь там за сломанный мизинец платить еще этому владею а если стреляешь а если нет то там все просто то есть законодательство как-то вот попроще описывает но тем не менее даже мы говорим о том что стрельба в соединенных штатах это большой как бы аспект их культуры и вот что мы сейчас поговорим по прям концовка что мы сейчас получаем по факту что такое стрелок в моем очень субъективно расскажу что такое стрелок но все мои друзья и знакомые в той или иной степени стрелки ну то есть это я не смысле чтобы похвалиться просто так сложилось исторически и все они вот так примерно одними и теми же качествами вот и мы эти качества мы сейчас так немножечко объединить что такое общество во-первых человек который думает очень много о мелочах да то есть связанных со стрельбой конечно может быть жизнью вообще полный там недотёпа но все связано со стрельбой люди связаны с оружием они очень много думают о мелочах то есть это повелось опять же с того периода когда это все было очень важно и связано с жизнью человека да то есть если ты натренировался замечательно извлекать оружие а в какой-то момент надел не те штаны зацепился мушкой за эти штаны и сильно сильно шароваристы вы например это очень глупо да то есть стрелок он как бы очень много думает всех этих составляющих разрешение своем где у него как размещено грамотно гиперой стрелок экипируется грамм да это кстати гиперовка это я почему-то с нее начал но это не самое важное так что на первых тренируются на первых тренируется во вторых он думает о мелочах он очень много помимо того что он как просто повторяет как обычный спортсмен бегает прыгает обладает он очень много думает он думает считает сравнивает варианты там мы постоянно как в процессе дает вообще неважно по какого стенка мы говорим там практика там олимпийского чемпиона не знаю там сегодня как повода на то есть он много думает и много размышлять о том что он делает потому что опять цена ошибки да то есть для спортсмена это отсутствие золотой медали для военнослужащего или сотрудника спецназделения это возможно там ранение дай бог гибель да вот своя или товарища вот поэтому цена ошибки в этой ведь в этом визитности большая поэтому люди много думают как врачи то есть врач не можете позволить ошибиться там допустим сразу все положат все инструменты по порядку да у него здесь бинты он все считает смотрит чтобы какой-то битик там не забыть то же самое с того как начинается на ошибки и третий момент который я бы сказал то есть опять же то есть как это вот мы с тобой разговариваем как друзья но тем не менее или сейчас я тебе скажу возможно кто-то напряжется в этот момент конечно стрелок ценность его знаний и умений она очень высоко она исчисляется временем и деньгами как правило очень большими и временем и деньгами и он не будет насильно кому-то доказывать как правильно делать он как правило наоборот сохраняет свои знания при себе он не будет рассказывать особенно сегодня спрашивают поток как и чего откуда надо извлекать надо делать и так далее как правило он ну если его очень попросил нас и никому не ходит никому не ходит и не никого не сиди до к нему придут справа то него есть если это инструктор то конечно же не ему придут заплатят денежки и он покажет и он покажет ровно настолько насколько он считает нужно сколько мы заплатили или насколько он короче стрелки стрелки они выходят чужие профили и не пишут что у тебя не там палец скорее всего да опять же я говорю что у них ценность их знаний такая большая для них самих первую очередь что как правило они все-таки свои знания берегут да потому что если мы говорим о спортсменах или военнослужащих он может поделиться своим братом по оружию доска братан смотри я кое-чего понял это когда тебе говорят это это не очень ценно это сам это понял даже себе это до этого говорил товарищ вот тогда ты прям будешь ценить это но это как говорится ничему нельзя научить но всего можно научиться то есть имеется ввиду что не факт потому что то есть много тебе могут умные люди говорить пока тебя по башке не ударит палкой на которых грабли на который наступил очередной раз это тебе скорее всего не дойдет я сто процентов не получается мы видим такого немножко эгоистичного может быть даже где-то самовлюбленного такого персонажа такой типичный опять же варианта клин и струда такой вот он сам на себе на уме такой да ну немножко стереотипный вы что-то в этом немножко правда есть это в этой правде есть если мы говорим о профессиональных стрелках вот ну как бы технику профессионализма тоже это на линейке да то есть мы говорим о профессионалах как бы высокого слушай но я думаю для первого раза достаточно до на деле 20 сделали 40 как обычно это бывает слушай но я не сказал тема бесконечна самом деле я вот что думаю меня созрела мысль что мы с моим другом и твоим кстати тоже дмитрием грид нашим другом разбираем фильмы соответствующей тематике а ты вот есть как человек разносторонний развитый лишь ниша фильмов уже занят а ты как человек разносторонний рост и я думаю мы нам имеет смысл с тобой надо разобрать книги соответствующие тематике книги тем более же вопрос ой тем более что по поводу книг у меня вопросов еще больше чем по поводу фильмов но не было книг есть но есть которое бы можно было бы назвать стрелковом также как и фильмы есть как бы военные фильмы разбирали военные а допустим последний фенпон уже все-таки скорее стрелковой чем военные и книги тоже есть есть про войну есть очень интересные книги просто прям замечательные но если вы говорите стрелковку на самом деле не очень много писателей они тоже должны быть стрелками что писать конечно разбираться как минимум хорошо и как бы во всем своем мировоззрении субкультур еще кто-то и субкультура стрелки а то есть это в принципе уливающиеся в одном и том же каши-малаши и в принципе поздравить окей значит друзья ближайшее время ближайшее время после выхода этого видео ждите у меня на канале мы встретимся с романом в очередной раз и благо пали оковы и можно перемещаться свободно относительно и мы запишем какой-нибудь разбор 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 ну да значит его заговору про мелочи когда помнишь мелочи вот тонкости нюансы и не нюансы я думаю мы начнем наса стивена хантера обязательно почему совсем хантера потому что ну вот там не знаю все не все книги довольно разные книги но если мы возьмем снайпера и все на ходу на людей то там вот и нюансы прямо у нас только вот их там вот прописывает да вот что становится и на 1 дотошно дотошно выбирают каждый кто-то который я пишу вы перес перечисляет вообще не просто какие боеприпасы как это еще либо либо состоит в этом пора пули когда карту за поскольку на песка насыпал мешок с рисом чтобы там не до образовалась дырочку просто если почитать на кого слайд стивен хантер то понятно что люди с которые тусуются люди очень итак друзья мы на этом прервемся следующий раз мы с вами поговорим о стивене хантере это писатель такой американский наверняка писать хантер и обход его книгах чтобы вы понимали именно по его книге снайпер снят художный фильм стрелок с марком олбертом еще и сериал который вот фильм снайпер с марком олбер который стал рекламной кампании винтовки чинтек интервентер я слышал что после того как этот фильм вышел на широкий экран на сша на следующий недель еще день чуть они чтобы уикендом уходит фильм у них на премьерные показы там на вот начале недели размели они около них и винтовки свободной продажи когда они размели просто чинтеки размели ну вот мы поговорим про сильно хантера огромное спасибо роман друзья до новых встреч надеюсь подняты тема он был интим и было очень интересно особенно про тюнинг 1911 у какого-то грабителя банка вот это мне понравилось это видимо тяга к тюнингу тяга к тюнингу она из гораздо более древние короче имеет хорни чем я думаю только она там связана не с внешними как говорится тактической красотой непосредственно жизнедеятельности профессиональными как бы они когда мы говорим мы что же понимать четко что мы когда дарим про тюнинг мы можем говорить про то есть мы говорим тюнинг подразумевает улучшение они украшение то есть когда мы говорим про тюнинг мы подождем то что это то что мы устанавливаем на повышает боевые свойства они делать а в красивее даже они они были просто злобы которым нужны были деньги ну то есть грубо говоря грубо говоря афганцы когда гвоздики заливают преподав томаты ленточки зеленые не вывешивать важный элемент это не тюнинг это не судя например там установлена их примеру там начнем прицелы тепловизор на это вот это вот этот как раз вот самый супер тюнинг вот это вот это тюнинг они там вот это к ручечку форме или так ручка это важно но не так важно как например там прицельный комплекс все друзья значит следите за публикациями грамотно подходить их тюнингу к тренировкам и к мелочам до новых встреч до прибыли сами сила пока